А потом опять жара начинается, да? Доброго всем дня! Сегодня у нас 7 сентября 2023 года, в Харьков я продолжаю свой видео дневник. Сегодня у нас, как я уже сказала, утром холодно, днем жарко. То есть нужно одевать футболку и сверху какую-то кофту. Хотя люди, я смотрю, по-прежнему как-то по привычке, знаете, когда вот лето только заканчивается, люди по-прежнему ходят еще в футболках, в шортах, в тапочках. И так с самого утра выходят, еще никто не стремится одеваться тепло. Я вообще сейчас смотрю, вокруг меня все в футболках, я единственный человек на улице в холстах. Ну да ладно. Сегодня мы приехали на занятия. Многие из вас пишут, зачем мы ходим на занятия, если Амирану запустили речь. Ну, знаете, чтобы закрепить результат, вообще еще нужно позаниматься. То, что мы делаем дома, это, конечно, тоже труд. Мы занимаемся, читаем, играем, лепим, рисуем. Но все-таки я многого не могу, того, что может профессионал своего дела по развитию речи. Ну, это долго объяснять. А вообще самый главный момент, знаете, какой? Такой, что Амиран практически каждый день кричит. Мы сегодня идем, вот утро начинается, мы съедаем кашку, чистим зубки. И у него уже, он настолько привык, он говорит, ну что, мы идем к Лене, идем к Насте. Ну, вот ему очень нравится заниматься и с Леной, и с Настей. И он все время к ним просится. Когда, конечно, мы закончим занятия, он будет очень сильно скучать. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. И хотела еще сказать такую вещь. То, что люди сейчас, ну, учитывая сложившуюся обстановку, пережитое все в 2022 году, и вот сейчас уже 2023, люди живут в страхе, очень многие люди живут в страхе. Напряженная обстановка дала очень негативные последствия на нервную систему, на психику в целом. Это у меня уже самой нервный такой, знаете, смех. К чему я это все говорю? К тому, что люди, вы прекрасно понимаете, что такое человек в страхе. Он не совсем правильно понимает все происходящее, не совсем правильно оценивает ситуацию. Ему кажется, что везде опасность. Начинают подозревать каждого и всех. Все несут опасность. Если что-то снимаешь, ты тоже несешь опасность. Если... Ну, вот, допустим, я же вам когда-то говорила, что мне писали, нельзя снимать воздушную тревогу. Когда начинается, когда заканчивается, то что это и тайная информация, но вчера начали писать другое. И это уже не... Вот где-то... Как только я начала рассказывать про то, что школа будет в метро, мне начали активно писать. Я даже сейчас скрин добавлю. Вчера написал человек. Зачем ты такой широкой аудитории рассказываешь, где будут учиться дети? Этого нельзя делать ни в коем случае. Если вот так рассказывать, то и в разведку идти не надо. То есть люди на полном серьезе думают, что все, что происходит в городе, рассказываю я. Если что-то где-то узнать, да, какие-то точные координаты, это только с моего канала, да. Я как навигатор. То есть люди на полном серьезе думают, это сейчас не смешно, я не шучу, это правда жизни. Некоторые люди думают, что никто больше не рассказывал, ни власти города не рассказывали, где будут учиться дети, ни новостные каналы, ни другие блогеры. Только я одна. И то есть я несу такую угрозу, угрозу, по их мнению, для общества. Смешно-смешно, но в этом есть тоже, знаете, доля шутки. Потому что, когда люди вот так вот запуганы, когда люди... В общем, я хочу всем пожелать быть немного... Каштан, кстати, сейчас упал. Я сижу под каштаном, чтобы вы понимали. Надо мной каштаны падают. Сейчас активно каштаны осенью разбиваются. Я надеюсь, мне не попадет по голове каштаном. Прямо во время съемки. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Я стараюсь во всем видеть позитив. И желаю всем моим зрителям, которые видят во всем негатив, все-таки быть немного добрее, отвлекаться. Вы знаете, то, что вы постоянно смотрите... Хотя, если вы постоянно смотрите новости, то вы же не можете... Я не знаю, зачем это делается. Пытаются убедить всех в том, что я что-то рассказываю, я что-то показываю, я вообще ничего не показываю. Но вот так вот все происходит. Я сейчас, на самом деле, по максимуму пытаюсь подобрать слова. Я думаю, вы это видите. Еще расскажу. Все, что я делаю за эти полтора года, к сожалению, есть еще такие люди, до которых трудно это донести. Я стараюсь показать всем своим личным примером то, что можно оставаться человеком в любых условиях. даже когда тебе тяжело, тебе трудно. Ты всегда должен помнить о том, что кому-то еще труднее. Не ныть. Не жаловаться по возможности. И оставаться человеком. И оставаться человеком, это, наверное, самое главное. Это мы у меня научили с детства. Главное, наверное, в такой ситуации, это найти себе какую-то отдушину и отвлекаться. Потому что, когда люди зацикливаются на чем-то, то я прекрасно понимаю, насколько им тяжело, они не могут просто остановиться. Они во всем видят негатив, негатив, негатив. Они не знают, куда деть вот эту вот свою злость, свою энергию. У них накапливается очень много негативной энергии, и они ее, к сожалению, выливают, стараются вылить на людей, которые мыслят иначе. Им не понять, они стоят, а как это так? Как это ты никого не проклинаешь, никого не ненавидишь? Ты что вообще? Ты ненормальна. Это ненормально. Нужно всех проклинать, ненавидеть и так далее. Я думаю, если люди до сих пор не поняли, что я нацелена на совершенно другое, я не собираюсь этого делать, у меня совершенно другой вообще принцип жизни. И я считаю, что... Простите за посторонние шумы на улице, мне приходится немного перекрикивать. Я считаю то, что негатив, он разрушает человека изнутри. И ни в коем случае нельзя поддаваться. Если собралась лишняя энергия, я всем вот людям с такими эмоциями хочу сказать, что вы можете это потратить в нужное, обернуть это в нужном направлении, с пользой дела, использовать свой ресурс. Возьмите и пойдите просто, покормите котят на улице, кошек, собак. Сходите, я не знаю, помогите какому-то старику, сделайте что-нибудь, а не сидите, не лейте вот этот вот негатив. Потому что негатива и так хватает. Вообще, я считаю то, что люди в таких страшных условиях, в условиях войны должны объединяться. А когда люди начинают ненавидеть ближних, те, которые находятся с ними рядом, это уже знаете как пауки в банке, да? Загрызть друг друга. Но я в этом не участвую. Я вам сразу хочу сказать. Так, хотелось бы еще сегодня последние теплые денечки пройтись куда-то. Хотя очень много дел, но посмотрим. Если пройдемся, то пройдемся. Друзья, не забывайте, пожалуйста, поставить видео лайк, палец вверх, подписаться на канал. Кто еще не подписался, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Субтитры сделал DimaTorzok